Наталья Раду выходит на утреннее патрулирование пешеходного перехода у 13-й гимназии по зову сердца. Здесь учился старший ребенок, а скоро в первый класс пойдет младший. И ходить он будет именно по этому переходу через улицу Молодежная. Я считаю, что родители должны помогать ГИБДД, так как это очень важно не только для управления организацией, которая занимается правилами дорожного движения, но также для родителей, потому что в первую очередь все идет из семьи. Не отстают от нее и другие родители. Все они, не меньше сотрудников госавтоинспекции, заинтересованы в безопасности Одинцовских улиц. Мой ребенок 1 сентября пойдет в эту школу, в данный момент он ходит на подготовку. Я хочу, чтобы все пешеходные переходы рядом с учебными заведениями были безопасными. Именно на этом переходе у 13-й гимназии не так давно произошло ДТП, наезд на детей. К счастью, обошлось без жертв. Однако сам факт того, что на зебре в 100 метрах от школы могут происходить подобные дорожные происшествия, мобилизует и родителей, и инспектор в ГАИ. Помощь родителей важна всегда, потому что от родителей зависит, как будет ребенок себя вести на дороге. Именно от родителей, потому что всегда виноваты взрослые. Это мы, это родители, которые не научили, не показали, не рассказали, не объяснили, как переходить в проезжую часть. На момент рейда в районе с начала года в ДТП пострадало в общей сложности пять детей. Годом ранее за этот же период было шесть пострадавших несовершеннолетних. В улучшение статистики внес вклад и родительский патруль. Это наши дети. Мы делаем это только ради наших детей, ради того, чтобы они были здоровы, чтобы они были не травмированы. И, ну, на самом деле, многим детям помогаем перейти дорогу. Многим говорим о том, что надо переходить дорогу не с телефоном, не с наушником. Потому что сегодня было, ну, где-то три-четыре ребенка, которые хотели, разговаривая по телефону, перейти дорогу. Мы им еще раз указываем на то, что это недопустимо. Совместные рейды сотрудников Одинцовского отдела ГИБДД и представителей родительской общественности в ближайшее время будут продолжены.